привет твенти твентисы twin 27 короче как 50 сент практически расскажу вам анекдот сразу сходу про ники чё там пришел как-то раз индейск вождю и говорит короче вождь вот у белых посмотри какие имена горит били джефф вуди тет а у нас там таежная елань быстрый олень ну что это за имена вот такой думать ему сказать что ответить репу почесал такой думает подумал минуту-две и говорит ему не пойму что тебе не нравится бычий хуй короче я тут взял контейнер для артефактов большой вот такая вот интересная штука по заданию гребница для братвы и бегу короче назад я там у меня что на доске продалась сегодня же торговый день в доску ну и пкшный тоже наверное сейчас сегодня выходной у пкшников я их тоже донимаю с поздравлением с первого сентября но это так я шучу как вся помню в школе ничего хорошего особо не было только товарищей своих увидишь единственное которых давно не видел вот кабаны летают по воздуху у меня такое ощущение что короче сервер евро один не справляется с большим количеством ты откуда взялся с большим количеством народа я теперь что-то уже понял что короче я не смогу не стримить прям охота мне с кем-нибудь пообщаться коплю деньги на ствол короче на это рекомендуйте мне че вообще купить такое ну там с на 107 у меня не хватит предел такой миллионов 10 приблизительно у меня получается 762 один есть едва 545 но 762 тут вообще как я понял мобов только бить оружие ближнего боя кидает его в разные стороны вот так вот ствол хоть чё с ним делай урон посильнее наносит сайга тяжелая для непрокаченных персов таскаю и просто 23 магазина короче это хватит все равно тебя убьют короче если чё-то получится это как оружие второго шанса от ксюк чё-то решил отказаться практически где-то они не помогают уже ппш скажем как оружие второго шанса более такой нормальный аппарат эвок акм 74 м тоже я на него смотрю то я хотел себе усас купить мне люди игры да нафига тебе это надо магазин 10 лямов урон хуже чем у сайги сайга намного будет лучше и я пока его не буду на него копить ну все все нормально бизон здорово здорово бизон всех рад видеть сегодня день торговли магазинами будет я думаю на тунгуску двинусь в ближайшее время на новую землю тоже я уже закупил теплые вещи кое-какие ничью тут сколько крыс у меня задания нету на крыше раз расстрелять боекомплект лишний и вот новички которые чё им брать 5.45 или 7.62 однозначно скажу 5.45 из него как бы можно хоть как-то хоть и небольшой урон обороняться а в 7.62 вы в пкшника просто попадете один раз два он начнет вот так вот бегать и все у вас ствол вот так будет метаться в разные стороны вот парень подумает что я агрюсь а мне это не надо совсем хотя у меня ничего и нету лишнего ну как меня всегда убьют не убьют я как всегда вот так вот включаю автоматы и побежал а сам прочитаю чат 7.62 я оставить как оружие ближнего боя костюм хочу еще купить для защиты мне как-то больше понятно что пройду я там квесты на тунгусские и легко но я как-то больше люблю комфортно играть чтоб тебя меньше убивали это поначалу там тебя убьют 50 раз за миссию стараюсь чтобы меньше погибать как-то так интереснее не люблю погибать короче да никто наверно не любит чушь хорошего вот смотрим что у нас тут ну все на гури то у всех наверно все лагает продался один предмет всего какой-то 150 тысяч ну и ничего страшного выставить какие-нибудь взять голову медведя и бежать с нею да и марека надо наверно это такой предмет который падает постоянно при убийстве причем по жесткому ну как это не особо жалко значит подумаешь голову потерял я уже с этим свыкся у меня там по-моему остальные персонажи все позже придется я чувствую много раз погибать на меня уже многие злые и вообще боюсь что меня забанят часто матерю каких-нибудь пк ладно там кто-нибудь тебя просто убил слил и ладно ничего страшного но особенно меня напрягает когда это собрался я идти спать думаю сейчас вот добегу только до респы и спать тебя где-нибудь убили и ты короче еще задержался в игре не на одну минуту главное не расстраиваться тут вот что-то у меня такое было взял я рецепт на болоте диперики сиацетона что-то я думал рецепты не падают не стал его выкладывать хотя был в хранилище побежал меня кто-то слил короче и рецепт у меня выпал и уже не добежишь далеко пропал вот я матерился в этот день потом думал да ладно чё там рецепт какой-то потерял делов то ага голова медведя у нас тут выполняю задание охотников репутацию прокачиваю такое нужное дело это мне кажется охотникам как бы вначале здорово быть головы даже если так я их и покупаю и настреливаю вот голова рыжего медведя тут кто мне пишет стаклановцы мои конор мавет дама что такое мавет вот что такое мавет кто не знает нет сервер у нас евро 1 да синие треугольники это стабилизаторы и вот как заработать денег на новичку в первую очередь да это по моему торговлей и самое важное я считаю это торговля магазинами ну их берут всяко разно еще такой есть хитрый метод в первую очередь покупаешь те которые нужны самому недорого а потом распродаешь их ну тут у нас особой халявы нет никакой но почему есть ппш по 120 тысяч это же здорово продать можно будет подходящий момент тысяч за сто семьдесят тут кто-то меня перебил в торговле вишневыми магазинами семь ну это больше ничего продавать не буду это мое 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 мая рубля семь шестьдесят две по сто шестьдесят пять это он мой тоже ну короче я сегодня не буду торговать утомлять это что за будет стрим аномалька пишет по квесту каштана на головах жареных собак в первый день игры да миллионы постаралась ты наверно поработала собаку любичи да моря но лучше выйти сразу из любича через бандитов или через колю кислого я думаю что так при этом сразу еще и т.т. дадут с обоймами потом вернуться тут же идет как-то сталкер по лесу смотрит в кустах какой-то шум думал стрелять может кабанчик или чё раздвигает кусты глядит а там на него такие здоровые глаза смотрят сталкер опешил испугался еле-еле промолвил ты кто глаза отвечают я мышка чё такие глаза большие какать хочу такой маленько дебильный анекдот но один человек смеялся над ним так что аж покатывался не могли мы его остановить а вот этот персонаж у меня на пещеру бандитов двинется прямо сейчас а там но если до нее конечно удастся дойти у меня и обычно не всегда получается да да можно говорить говорите и чего угодно главное чтоб меня как хованского не закрыли потом за рассказа о лукашенко я думаю такие темы лучше вообще не обсуждать если не уехал за границу нам там закручивают гайки каждый день тут опять на биулина выступала типа надо вообще youtube в россии закрывать мол что это такое хотят лишить нас снова гласности злодеи некоторые вот они где то верлеоки бегут что это не на меня то бежишь сейчас они будут бежать и бежать я думаю это у меня получается основной персонаж и что то я подумал что второй ствол пока никакого путнего нет удачнее брать ппш все таки если что то произошло достал этот карманный пулемет и как вырезал всем причем я посмотрел вот в таком режиме можно ппш и на пвп валить всех один тут парень приходил он у нас в клане был и у него видео есть как он на мосту пкшников которые там вымогают со всех деньги валит из пулемета в одну каску в течение полчаса приблизительно называется у него видос как-то копалки с моста еще не поняли что не лишились своего дома он мне рассказывает как я начинал просто тупо брал один ппш на пвп и просто уничтожал всех из ппш мне просто все писали да ты чё делаешь как у тебя так получается ну вот попробовал я один раз правда действительно получается так ну когда бегаешь вот так вот и как они делают все пвп вообще мне вот это не нравится когда ты например пятого уровня но на нем и никто участвовать то не хочет из нормальных людей сделали бы как нить я не знаю ну пускай бы разделение было там например первый шестой уровень шестой там двенадцатый там какой-нибудь пятнадцатый двадцать пятый ну вот приблизительно так ну хотя молодцы хоть что сделали такую игру исправление ошибки я представляю какая кропотливая работ работа и обслуживание серверов тоже дело такое непростое у нас в россии постоянно то свет выключат то что нибудь там без всяких предупреждений скачки ну все время что то происходит то интернет обрубят хоть четыре ты их по цепи какая пословица есть то сала нет то сковородку спиздили вот обычно здесь начинается пкшники ух ты вот когда их много то ппш короче спасает в таких случаях отравили ух ты ух ты сука я не перезарядил и что то тащусь короче доехали александр крестовский добрый день и вот вообще аномальский совет тоже дам не то что этом за них но нормальные чуваки каких я не смотрел там именитых про youtube про программы это короче один называется продвигайте такая мария азеева из питера тоже девушка ведет довольно нормальный контент дает и другой еще более даже наверное серьезнее она воспринимается посложнее это такой стас быков есть я так думаю они самый нормальный контент дают раньше такой вообще только могли продавать сейчас раздают так я сюда зачем пришел то хочу вниз спуститься пойти пострелять у меня не всегда удается по веревке подняться так так зины ппш 5 перезаряжать это вот ну недостаток вообще в реальности мне дед рассказывал как их было тоже на фронте не просто перезаряжать там надо по патрончик укладывать возвратная пружина есть и буквально ты должен чтобы взвести на ровное поставить ее придержать ну короче во время боя магазин ппш перезарядить нереально было вообще на рассказывал у него был один такой магазин рожкового типа и украли у него его короче и сколько это на фронте был это ведь редкость была найти такой магазин то есть в него можно было один патрончик вставить и все вот здесь меня убивают постоянно и вот этот квест я постоянно выполняю потому что на мой взгляд он мега окупной бывает бобринная венгета который падает мне вот они не заставили себя долго ждать да и на ппш патроны кончаются ну ничего страшного но сейчас я сюда вернусь надо же показать начинающим сталкером где пещера бандитов у нас в каком квадрате и и кстати нелегко найти сразу меня кто-то прямо встретил и привел идем как эти покажу я тут плутал у нас вот вход в пещеру бандитов получается вот возле озера в квадрате м34 так вот вот оно озеро вон там у нас получается зомби которых надо убить а вот она пещера где постоянно удивительно как тут боевые действия сегодня не идут я думал тут будут стрелять переходах как обычно не то что я это люблю ну просто я уже настроился на войну с пкшниками и тут все за ним побегут с новой силой задание я засохатил хотел не отнимать лишнее время хотел как лучше получилось как всегда лечимся лечимся но чё-то ничего не вышло на погибну короче сдох а не охота короче не взявши это задание даже двигаться испортилась у меня слегка настроение подстреляю зомби тогда чужих раз такое дело зря шел дать сюда что ли я вообще здесь оставлю наверно то задание раз 12 часов берется а у меня не проследил я за журналом не знаю почему но зомби нравится мне стрелять тут их наверное кто-то убил что ли всех пока ну появляется не тут довольно быстро а точно вот уже и появились первый есть ух ты недооценил маленько их хочу у меня нету антияда я его наверно потерял при убийстве 6 ну добить то надо ппш кстати здорово зомби валить обычно мне это удачнее получается волнуюсь видать как-никак я стример начинающий только все готово сдаем кв сборов кстати узи или узи как правильно то осталось мне еще столько же очков торговли я уже несколько брал вещи неплохая для того чтобы тренироваться стрелять без правой кнопки из него ну и продается он потому что и вот еще посылку я во время вспомнил посылки таскаю вот новичку заработать хорошо на сигаретах я считаю ну и шмот этот пацанский прикупить себе весь сиро алекс сиро алекс ты мне написал найди меня в контакте и мою фамилия кузнецов я сначала ничего я порно это просто как этого я иванов иван найди меня примерно в россии это вот так звучит у меня только вот в хакасии в моем городе кузнецовых знакомых сразу не хватит на руке пальцев и такие есть родственники друзья соседи это по моему даже не раскрыл никаких личных данных по моему кузнецов это в россии самая распространенная фамилия ну так у тебя смаху проанализировал кузнецова найти мне вообще тяжело будет я думаю очень второе оружие для защиты допустим положил просто ппш и там два-три магазина но насколько вес позволит ходишь с основным оружием а что-то у тебя случилось собак куча напала или пауков как вот на пещере достал ппш и отстрелялся патроны недорогие ремонт тоже далее ппш уже там магазины идут на км-45 пулеметные но те стоят уже 10 миллионов а ппш практически не стоит нисколько короче ппш самая топовая машина я даже думаю со временем покрасить его пускай будет и вообще его как бы склад где-то бросил я думаю он лишний не будет никогда вот у меня тоже вот это интересно так вот 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 все твины стреляют и загорается когда выполнена зеленым а вот у этого не загорается почему-то вот сейчас он не взял тушку сейчас вот возьму и не будет зеленые надписи тоже как-то интересно и опыт я заметил у всех по-разному как-то идет даже при одинаковой прокачки так что все вот когда выполнил тогда зеленым загорается у других твинов не так чаю охоту вот пкшники то они есть никуда не делись есть даже и в любите сегодня но еще мало пока на побегу я вот сюда до барыги кстати тоже новички не знают где находится барыга а находится в квадрате е-52 не смаху найдешь его тоже в пещере запрятался потом сделаю видео как открыть у него торговлю боеприпасами натовские бронежилеты с шлемами там также продаются патроны натовские бронебойные и обмен у него тоже есть ну вот двигаюсь а мобов нету вот они не заряжены как всегда пошел еще один он у меня сначала сайгой был из автомата но так как пока прокачан он слабо гирь не хватает то я решил ему ппш поставить ппш все таки во многих ситуациях спасает ничего про клан рассказать клан будет у меня по по-любому я его бросать не собираюсь хотя бы чтобы в перспективе эмблемы на себя повешать ну и как бы люди есть у нас играют несколько человек одни приходят уходят есть такие кочевники а некоторые отблагодарили меня вышел из клана ко мне пришли там ногу новичками я там им когда-то ппш там дал то все маленько помог потом он вернулся через две недели весь в навороченном лути весь такой набубненный год на тебе серега держи лям говорит я говорю спасибо виталик так сделал главная моя звезда у меня много видосов про него сверху сейчас он в каком-то клане фсб наверное не знаю пока чё за клан не не узнал наверно нормальные парни ухты чуть-чуть отбегаю для расстреливать а для леших не было первый раз и кто-то вижу это наверное они тут да нет в этом никогда их не было это точно либо и кто-то приманил либо это обнова добавили монстров в игру возможно так и а тут бир злой в них по ходу война какая-нибудь опять бир злой кстати нормальный такой клан по моему он один из мощных ну на этом сервере и люди такие нормальные я сразу заметил могут они вломить хоть кому мне кажется часто бывает нахожу зверобой или чем такое полезненькая кто-то просит вот расскажите где грибы попадаются где попадаются травы рандомно они вываливаются бывал такой случай нашел сразу я три травы на караван в таком шмоте пойду на караван но только не сейчас токсики конченые согласен толпа мерзавцев каких-то прям тоже не мне не нравится конкретно не могу понять что это за категория людей вот еще новичкам у меня и видео есть ссылочку оставлю сверху если чё вот здесь вот приходит поставщик который сало покупает по 3 600 за кусок и 4 очка торговли дает где сайгу можно купить в d4 но подробнее видео не буду повторяться вот этот вот твин у меня еще скажем так девственник в плане отстрела ведунов не стрелял он их еще ни разу у него даже на карте нету этой местности по моему она вот здесь да вот они ну их то нету а место где не появляются 12 плюс категорию не я в это на ю тубе не пойду туда если понтичит вести до читеры есть и как бы даже не могу с точностью утверждать кто читер кто не читер есть честные войны а есть прямо пока шник сука убил меня поздно я обнаружил будет издеваться на нет не убил еще ты чё такой красный пишу я ему ну вот а костра я не поднял пинг но это кстати интересно вот пкшники тоже никогда там превосходство свое чувствуют валятся например вышел там убил пару раз и все он сразу из игры вышел звону весь там стрелять не хотел вот этот подошел поднял или благородство есть среди кланов такое он бежит ты попался ему навстречу он не спину тебя выстрелил а взял конкретно убил подошел оживил тебя ну перезарядился оживил и попишет все я все все типа все мы с ним друзья или бывает так он красный и с кланом война но мне он друг мы с ним встречаемся друг друга не стреляем вот это все это у меня он меня убьет я его не увижу это никак да как-то плохо у меня сегодня произошло вот очи оказался на гури как обычно только обычно я настреливаю немерено лута притаскиваю это я не понял текстуры опять вылетели да это вот получается такой а вот такой дом сейчас была пустота теперь вот появился торговец хотя лишние отключены все ну все на сервере побольше народу но опять это я думаю что решится у разработчиков у наших в ближайшее время но так то они все равно молодцы игрушку хорошую сделали я долго что подобное искал а так что вот она вызывала в тебе эмоции страх или даже те же психи это уже здорово психуют же многие стопроцентно ну вот не все таки надо сегодня заканчивать хреновый будет стрим буду стремиться готовится к лучшему он просто сорвал и за программ неправильных изначально как я планировал и все пошло маленько как то не так хотя вроде я к нему готовился но все короче оборвалась а плюс валентин пришел и взял и дыр принес с орешками короче скажем так потом чат я не могу читать все сделаю второй компьютер второй монитор я уже давно хотел и торговлей заниматься когда у тебя второй монитор будет и ты будешь видеть курс это будет лучше ну и чат я буду видеть надо мне по любому это делать так что до свидания это и